Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим сразу о двух женщинах-блогерах, а именно о Лене Хэппи и о Галине с канала «Жизнь на юге Англии». Начнем мы с Лены Хэппи, которая продолжает барствовать в Москве. Да, ведет себя Лена как барыня-сударыня, ни в чем себе не отказывает, везде Лену принимают с распростертыми объятиями. Родственники из ближнего, из дальнего Подмосковья и старый млад все мчатся на поклон к Лене Хэппи, то есть Лена восседает как барыня в центре Москвы, а родственники слетаются к ней навстречу. Так, вчера Лена наконец-таки повидалась с семьей брата. В свое время я делал предположение относительно того, что, возможно, брат вообще сейчас не находится в России, потому что мне показалось странным то, что Лена с ним не встречалась, ведь Лена рассказывала нам о том, что с братом, с его семьей, она очень близка оказывается, вся семья брата слегла, все они болели, никуда не выходили, и вот, наконец-таки, им полегчало, и они устроили встречу с Леной Хэппи в кафе. В этом кафе семья приготовила для Лены Хэппи множество сюрпризов. Первым сюрпризом был, конечно же, подарочек от Сонечки. Племяшка Сонечка подарила Лене подделку, которую она сделала, естественно, своими руками. Это такая глиняная или пластилиновая статуэточка, представляющая собой улыбающуюся девочку. Лена, покрутив эту статуэтку, сказала, что эта девочка не кто иной, как сама Лена Хэппи. Вот такая вот Лена Хэппи миниатюрная, и она уж точно поедет с Леной Хэппи в Соединенные Штаты Америки. Лена, в свою очередь, Сонечке тоже подарила какой-то подарок. Я так и не понял, что это было, но Лена сунула Сонечке какой-то скомканный кулек, целлофановый пакет. Мол, говорит, ехал подарок через три страны, извините, обертка непрезентабельная, но, Сонечка, вот тебе подарок. Что там было в этом свертке, я так и не понял. Если вы разобрались, пожалуйста, напишите. Я пытался прокручивать видео несколько раз, но так и не понял, что за подарок Лена преподнесла Сонечке. Но главным сюрпризом, главным подарком, сюрпризом на этом празднике жизни оказался золотой круассан в золотом же чемодане, поданный на золотой позолоченной тарелочке специально для Лены Хэппи. Очень символический подарок, то есть золото, это к богатству, это к благополучию, это к процветанию. Круассан, Лена от круассанчиков ручку не отводит, нет. И чумодан, символизирующий вечные разъезды, переезды Лены Хэппи. Круассану, конечно, была очень рада Сонечка. Она все прыгала вокруг этого позолоченного круассана. И Лена, вручив Сонечке вилку, сказала, ешь, Сонечка, ешь, ешь, круассанчик, сейчас все разрежем. Но так Сонечку и не подпустила к этому круассану. Сонечка в обход Лены пыталась дотянуться до круассанчика вилкой, но кончиком вилки смогла зацепить только пластинку золота. До круассана так дотянуться и не смогла. Ну что ж, подарок для Лены, поэтому Сонечка, наверное, просто сидела и смотрела, как тетя уплетает свой золотой круассан. Ну а вообще, как говорится, красиво жить не запретишь. Но круассан, это, как говорится, было уже финальной такой точкой. Чемодан же сам оказался просто реквизитом. А до этого, до выноса золотого круассана в студию, Лена ела не то перловку, не то пшенку. Пшенную, по-моему, кашу. Сестра брата заказала себе сырники. В общем, хорошо посидели родственники. И, наевшись, Лена потопала дальше. Вернее, не потопала, а поехала на такси класса люкс. Да, Лене нужно было ехать в салон красоты, в парикмахерскую, с тем, чтобы хоть что-то сделать приличное, соорудить у себя на голове. И брат Лены заказал для сестры такси бизнес-класс. Опять Лена показала нам кадры, как она восседает теперь уже на заднем сидении в такси класса люкс, похлопывая пальчиками по кожным покрытиям. В общем, короче говоря, жизнь удалась. Говорю же, Лена, барыня, сударыня, очень сложно Лене будет возвращаться обратно в свою посредственную, мягко выражаясь, жизнь под Майами. То есть, где класс люкс и где коморка, где разбитая машина без каких-либо перспектив на будущее. Это как из князей в грязи спуститься. Но такое складывается впечатление. Тут женщина одна написала, что она, проезжая мимо того района, где живет Лена Хэппи, решила заехать, подъехать к дому, где Лена Хэппи живет под Майами. И была удивлена контингентом, который проживает в том районе. Не случайно Лена боится выходить по вечерам. Вернее, выходить-то она выходит, но благо машина у нее припаркована прямо под окнами. То есть, она мелкими перебежками запрыгивает в машину и едет куда ей надо. И именно поэтому Лена хочет побыстрее избавиться от этой квартиры, уехать из этого района, потому что приятного там, конечно, мало. И, соответственно, поэтому мы в основном видим Лену сидящую безвылазно в квартирушке. И Лену в этом смысле можно понять. Я тоже считаю, если не уверена в обстановке, сиди лучше дома по вечерам, не шатайся, где не следует. Но в любом случае возвращение, это, конечно, будет культурный шок для Лены, потому что сейчас у Лены совсем другой образ жизни. Лена даже пешком прошла два с половиной километра, представляете? Потому что в Москве были вечером пробки, и она плюнула на это такси и пошла пешком. То есть, совсем другой образ жизни. Лена ходит пешком. Лена каждый вечер ходит на какие-то культурно-массовые мероприятия. Например, вчера вечером она сходила на концерт бардов, на концерт бардовской песни. Тоже прослезилась, тоже послушалась при великим удовольствии артистов. Пару раз в день Лена обязательно ходит в ресторан. Лена встречается с людьми. Лена сходила в салон красоты. Начал-то я с этого. Лена в такси класса люкс поехала в парикмахерскую, в салон красоты с тем, чтобы покраситься, покрасить корни, покрасить волосы и сделать стрижку. И, естественно, в парикмахерской мастер оказался азербайджанцем, наполовину турком. И Лена тут же поделилась с мастером, рассказав ему о том, что муж у нее тоже турок. И она тут же набрала Селима, позвонила ему. Он взял трубку по видеосвязи. Они пообщались с Селим, с мастером. И Селим с мастером обсудили стрижку Лены Хэппи. Селим дал мастеру указания, настоятельно потребовал, чтобы мастер не трогал длину волос Лены Хэппи. А Лена во время этого разговора сидела и сияла, слушая то, как Селим говорит по-турецки с мастером-стилистом. Странная, конечно, ситуация. Я вообще не понимаю, зачем Лена вовлекает в свои девчачьи, такие вот женские, бабские, можно сказать, дела своего мужа. Ну пришла ты в салон красоты, делать стрижку, наводить марафет. Ну расслабься уже, какая разница, что скажет Селим. Ведь ты и так знаешь, что он хочет длинные волосы. Ты и так уже была настроена на то, чтобы длину не убирать. Зачем вовлекать в это все Селима? Но вот у каждого свои представления о жизни. В результате Лене толком ничего там не подстригли, а просто накрутили, я так понимаю, волосы, сделали легкую волну. Ну то есть укладку сделали, короче говоря. Может быть, кончики удалили, сделали укладку, покрасили корни и отправили на концерт бардовской песни. Сегодня же, напомню, у Лены состоится встреча с подписчиками, с поклонниками на старом Арбате в кафе Грабли. Я еще раз обращаюсь к общественности. Если вы пойдете на встречу, пожалуйста, расскажите нам потом о том, как все прошло, но, к сожалению, мне кажется, навстречу пойдут те люди, которые пишут комментарии на канале у Лены Хэппи. То есть ее поклонница, ее почитательница Нина Укамина призналась, что, возможно, она тоже там будет в первых рядах, как самый почетный гость, тем более, что Нина Укамина как раз сейчас находится в Москве. Вот такие новости от Лены Хэппи. Сказка подходит к концу. Завтра Лена улетает. Куда она улетает и сколько времени она еще пробудет в Турции перед тем, как уже отчалить в Соединенные Штаты, мы не знаем, но будем следить за всем происходящим и все это активно обсуждать на моем канале. А мы переходим к нашей следующей героине, а именно Галине с канала «Жизнь на юге Англии». Галина показала, наконец-таки, своего мужчину, того самого мужчину, которого она встретила на платном сайте знакомств и с которым у нее завязались уже серьезные отношения. Да, у Галины с этим мужчиной очень много общего. Прежде всего, оба любят выпить закусить. Галина показала нам натюрморт в одном из шорцев, накрытый стол, нарезана соленая рыбка, красная икорка, стол заставлен какой-то фольгой, бутылками вина. В общем, любит Галина и ее новый избранник. Хорошо посидеть, выпить, закусить. А кто это не любит, как говорится? Тем более сейчас, когда все так серо, когда все так нудно, когда все так скучно. Галина показала, как она бродит по центру города. Райт, по-моему, показывает нам предновогоднюю обстановку и жалуется на то, что с каждым годом все скуднее и скуднее убранство города. Какие-то елочки понатыканы, но практически на них нет убранств на этих елочках. Витрины выглядят как-то скромненько и вообще чувствуется в последнее время общий упадок в стране. А когда вокруг стагнация и даже намеки на упадок, хочется устроить у себя дома праздник, чтобы отвлечься от этого всего и просто наслаждаться жизнью. Тем более, когда тебе уже под 70 и когда уже хочется просто думать о хорошем, о приятном. Поэтому Галина вовремя нашла мужчину, с которым она может коротать эти зимние вечера. И, как я уже сказал, у Галины с мужчиной ее новым очень много общих интересов. Помимо того, что они любят посидеть, выпить, закусить, они еще увлекаются рыбками. Да, у Галины есть аквариум и у мужчины есть аквариум. Когда они еще переписывались, мужчина спросил Галину о том, есть ли у нее домашние животные. И Галина сказала, что у нее есть рыбки. Тогда мужчина на радостях прислал ей видео, на котором Галина увидела аквариум мужчины. Оказывается, мужчина тоже увлекается рыбками. Кроме того, и Галина, и этот новый мужчина любят делать видео. Я так понял, что мужчина тоже выкладывает какие-то видео. Галина нам не показала его в соцсети, но рассказала нам о том, что мужчина стал с удовольствием смотреть видео Галины. Он гордится тем, что Галина блогер. Единственное, так это то, что мужчина стал под видео Галины читать комментарии. То есть он их переводит. Есть такая функция перевести на английский язык. Он стал читать комментарии под видео Галины и опешил. Потому что сначала, когда он увидел такое количество комментариев, он стал восторгаться Галиной еще больше. Надо же, поклонники у моей женщины. Он думал, что в этих комментариях Галину восхваляют. Но когда он стал переводить эти комментарии, он понял, что Галину критикуют. И иногда даже очень жестко ставят Галине в упрек многие вещи и ставят Галину на месте, критикуя ее по-черному. Галина, конечно, подтирает, убирает самые неприятные комментарии, но не успевает в таком темпе работать. И мужчина просто в полушоковом состоянии иногда находится от прочитанного. И он спросил у Галины, мол, Галина, что происходит? Почему столько злости? Почему столько ненависти? Галина стала объяснять мужчине, что есть такой феномен, который называется хейтеры. И что у Галины из-за того, что она вот такая популярная, появились, естественно, хейтеры. И они завидуют ей. Завидуют ее прекрасной распрекрасной жизни в Англии. Завидуют тому, что Галина не унывает, а это продолжает идти к поставленной цели. А теперь они завидуют ей, потому что она нашла достойного мужчину. И этот мужчина-англичанин как-то даже призадумался, говорит Галина. Вы, говорит Галина, обращаясь к своим зрителям, подводите меня. Потому что после встречи с Галиной, мужчина стал интересоваться Россией, стал интересоваться русскими женщинами. И Галина ему рассказывает о том, какие русские женщины прекрасные, как они могут готовить, как они устраивают уют и так далее. Но когда мужчина читает комментарии, он просто в ужас приходит. И ведь это тоже, говорит, наши женщины. Как с этим вот быть? Вы подводите меня, женщины. Если вы хотите, чтобы о вас, у англичан, сложилось хорошее впечатление, пишите только хорошие комментарии. Чтобы англичане поняли, что мы духовные, мы душевные. Вот так вот, девушки, милые, родненькие. Если вы пишете что-то там на канале у Галины, фильтруйте базар, если вы хотите, чтобы о вас, у англичан, сложилось хорошее мнение. А вообще Галина, конечно, показала своего мужчину. Ну, мужчина приятной наружности, такой же комплекции, как Галина. То есть они даже чем-то очень похожи. И Галина сразу сказала, что она проводит эксперимент. Вот она сейчас нам покажет этого мужчину открыто. А также покажет то, как он готовит для Галины завтрак. Галина показала, как они вместе завтракают. Мужчина приготовил яичницу. В общем, молодые завтракают. И Галина сказала, мы сейчас с моим мужчиной будем посмотреть, будем наблюдать за тем, какого рода комментарии будут в наш адрес поступать. Если комментарии будут негативные, то мы с моим мужчиной вместе решим, буду я его дальше показывать или нет. Если очень много негативных комментариев, в которых критикуют мужчину, то Галина, скорее всего, в будущем его больше показывать не будет. И вы в этом можете обвинять только самих себя. Если вы хотите, чтобы Галина и впредь показывала своего кавалера, то вы должны поддержать ее комментариями, поддержать ее позитивом. Я, если честно, вообще не понимаю эти стоны по поводу комментариев, если комментарии Галину действительно так больно ранят, то почему бы не поставить все эти комментарии на премодерацию? Я не говорю о том, чтобы комментарии заблокировать вообще, но на премодерацию уж можно поставить. Просто потом читать, ты все равно будешь весь этот негатив пропускать через себя, но, по крайней мере, в общественное пространство ты будешь выпускать только те комментарии, которые тебе лично кажутся приемлемыми. И тогда твой друг тоже, переводя эти комментарии, будет видеть только те пропущенные комментарии, и он будет тоже купаться в позитиве, в полной уверенности, что Галю все любят, Галю все обожают. Пусть так и будет. Меньше знаешь, как говорится, лучше спишь. Зачем все это вываливать вот так вот на неискушенного пока еще ютубовскими разборками дядечку? Пусть он думает, что вокруг тишь, гладь, божья благодать, все прекрасно, и Галина наслаждается ютубом. Кстати, Галина, как была модницей, так ею и осталась. Мы видели то, как Галина ходила на шоппинг в Испании, на Канарах, а в Англии Галина делает, совершает свой шоппинг онлайн. Галина поняла, что на ebay вещи дешевле. Вместо того, чтобы ходить в магазин, можно все это заказать на ebay и все тебе бесплатно под дверь доставят. Так Галина купила себе пиджак, цветастый такой принт, там какие цветы, живенько так. И бриджики. Галина очень любит ходить в бриджиках, то есть такие бриджи с начесом, и какой-нибудь верх, пиджак какой-нибудь поверх. Вот многие женщины очень любят, я обратил внимание, ходить вот в таких вот, в обтяжку бриджах, и сверху какой-то топик. И вот Галина относится к этим женщинам, тоже купила себе бриджики, и вы знаете, сэкономила 5 фунтов стерлингов. Если идти в магазин покупать эти бриджи, то там с вас вздерут 18 фунтов стерлингов. А на ebay вы можете это купить за 13 фунтов стерлингов, то есть на 5 фунтов дешевле. А это уже неплохая экономия. Для пенсионерки по нашим временам 5 фунтов тут, 5 фунтов там, и уже можешь себе что-то позволить. В общем, за Галину можно только порадоваться. Галина продолжает креативничать, она ходит на побережье собирать ракушки, собирать камушки, потому что для подработки Галина делает подделки из камушков, из ракушек. Например, она оклеивает какие-нибудь рамки или зеркала этими ракушками, и потом на Новый год и Рождество продает как хендмейт, как подделки ручной работы, изделия ручной работы, и люди скупают все это в качестве подарка кому-нибудь на Новый год или Рождество. То есть на Галину деньги просто так не сыпятся, как на Лену Хэппи. Галина действительно вынуждена крутиться, вертеться, где-то подрабатывать. Ютуб тоже приносит какой-то доход. Но жаловаться Галине не на что. За Галину можно, конечно же, порадоваться еще и потому, что Галина нашла мужчину с жилплощадью. Об этом многие пишут в комментарии. Галина, вам все завидуют, потому что вы нашли мужчину с жилплощадью. Вы, наверное, удивитесь и скажете, ну, господи, ну, естественно, англичанин, уже пожилой, естественно, у него должна быть жилплощадь. А нет, не все так просто в этом мире. Ведь у Галины до этого был Мартин. Без жилплощади он никогда Галину не водил на свой съемный угол. Он ей сразу сказал, чтобы она на это не рассчитывала, и Галина привечала Мартина у себя. И держалась за него, боялась его потерять, несмотря на то, что у Мартина не было ни кола, ни двора. А тут все-таки прогресс. Это уже совсем другой уровень. Мужчина с жилплощадью, мужчина готовит Галине завтраки. Это уже дорогого стоит. Поэтому Галину можно только поздравить с тем, что она все-таки приблизилась еще на шаг к своей цели, связанной с переездом на территорию мужчины. Пожелаем Галине успехов на этом поприще. А если у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему вышесказанному, пожалуйста, пишите, делитесь. Благодарю всех за комментарии, за лайки. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok